дорогие друзья всем большой большой привет сегодня готовим новый потрясающе вкусный очень хрустящий с нежнейшим кремом торт такой торт непременно удивит покорит вкусом вас и ваших гостей шоколад измельчаем отправляем на водяную баню добавляем сливочное масло на 150 граммов шоколада 100 граммов сливочного масла и помешивая растапливаем шоколад с маслом также можно растопить в микроволновке например по 30 секунд каждый раз тщательно перемешивая шоколад всыпаем 200 граммов кукурузных хлопьев и очень тщательно все перемешиваем так чтобы хлопья были полностью покрыты шоколадом теперь наша задача сформировать так называемые коржи коржи будут очень шоколадными и очень хрустящими когда экспериментировала я коржи делала вот в такой миске главное чтобы у миски было дно плоское можно вот такую еще использовать я выстилала пищевой пленкой несколько ложек шоколадной массы утрамбовала хорошенько вновь пищевая пленка но и так далее в общем дальше будет понятно но тортик или пирожное получится вот такого небольшого размера большой сделать проблематично потому что его будет тяжело резать очень уж это дело хрустящее поэтому я решила в этот раз делать много пирожных и затем их соединить в торт побольше квадратной формы у меня не нашлось но вот всегда под рукой пакет из-под молока вот я вырезала вот такую форму берем небольшой кусочек пергаментной бумаги устанавливаем форму и выкладываем у меня получится полторы столовые ложки хлопья в шоколаде и вот таким образом хорошенько разравниваем и утрамбовываем сверху выкладываем пергамент или пищевую пленку просто чтобы коржики не слипались вновь выкладываем столовую ложку чуть-чуть вот добавляю хлопья в шоколаде и вновь выравниваем но и так далее пока не заполнится вся формочка так теперь формочку аккуратно аккуратно поднимаю так чтобы все осталось на месте и перехожу на следующий пергаментный листик и продолжаем заполнять формочки но это если вы решите квадратные делать так конечно можно сделать и кругленькие кому как больше нравится и отправляем в холодильник на час может быть полтора чтобы шоколад застыл и коржи держали форму крем я буду делать из творожного сыра и сливок жирных по 300 граммов также творожный сыр можно заменить на творог но тогда его лучше протереть через сито сливки можно заменить на сметану на ваше усмотрение и поскольку коржи у нас очень сладкие то я добавлю совсем немного сахара здесь у меня 50 граммов на вот это количество пусть будет такой нежненький крем но и плюс по желанию можно добавить кислинку здесь у меня примерно столовая ложка лимонного чтобы крем был более устойчивым добавим желатин 10 граммов заливаем 60 миллилитрами холодной воды перемешиваем и отставляем в сторону чтобы желатин набух на то время которое указано на упаковке с желатином для быстро растворимого потребуется ну буквально 35 минут у меня творожный сыр из кефира отправляю в чашу миксера вливаю жирные сливки и сливки и творожный сыр холодные сахар и лимонный сок я буду взбивать вот таким очень красивым планетарным миксером компании симба спонсора сегодняшнего нашего видео устанавливаю венчик и приступаю к взбиванию начиная с малых оборотов и постепенно увеличивая до максимума затем тонкой струйкой вливаю распущенный желатин и еще раз хорошенько взбиваем вот посмотрите такой получился крем очень нежный по мне сладости достаточно и кислинка в самый раз но обязательно попробуйте крем получился вот такой жидковатый его не получится отсадить поэтому я его отправлю в холодильник желатин там начнет действовать и крем станет гуще ну вот достаем крем из холодильника поскольку крем по бокам больше замерз а в серединке меньше его нужно еще раз обязательно взбить миксером вот посмотрите вот такой очень вкусный воздушный сливочный крем получился и теперь у нас два варианта у кого есть кондитерский мешок тогда конечно лучше им воспользоваться я воспользуюсь пакетом из под майонеза обрезала как следует промыла заполняю его кремом можно просто руками держать можно воспользоваться прищепкой чтобы было удобно так называемые коржики застыли вытаскиваем из холодильника аккуратно отделяем от бумаги выкладываем на блюдо и и отсаживаем на коржики крем сверху вновь выкладываем шоколадные коржики и слегка придавливаем опять крем ну и теперь на ваше усмотрение можно сделать пирожные из двух коржей тогда вот на данном этапе остановиться можно сделать трехэтажные пирожные и даже из одного этажа все равно будет очень красиво я в этот раз делаю три этажа сверху украшаем кремом и отправляем в холодильник на час-два чтобы крем окончательно стабилизировался перед подачей торт присыплю тертым шоколадом а вот так выглядит кусочек из двух коржей вот мне кажется такой идеальный вариант торт необычный красивый очень хрустящий с ярким шоколадным вкусом и нежным приятным кремом такой торт точно по-хорошему удивит ваших гостей попробуйте приготовить и от всей души желаю вам приятного аппетита ставьте лайки и подписывайтесь на канал до новых встреч пока пока увидимся